Добрый день, дорогие друзья, приветствую вас в экономике здравосмысла, с вами Руслав Романчук, будьте с нами, подписывайтесь пожалуйста на наш канал и мы начинаем. Сегодня тема Беларусь лузер по покупательной способности. GFK компания оценила покупательную способность 42 странах Европы и пришла к выводу, что Беларусь вместе с Косово и Украиной находится в тройке самых бедных стран Европы по покупательной способности. Покупательная способность Беларуси на 60% где-то меньше, чем средняя по европейскому Европе, это за Европа 42 страны и средняя по Европе составляет где-то 17 700 евро и вот наша покупательная способность она вот такая, акуция никакая, поскольку в Беларуси как вы понимаете тоталитарный режим, централизованная плановая экономика и Лукашенко, который обещал нам быть как в Европе, быть как в цивилизации, а мы за, как он сказал, за цивилизованным миром не пойдем, получил вот это самое трое последнее место или место в тройке самых неблагополучных стран Европы. На первом месте Лихтенштейн, Монако, Швейцария, у них там под 70 тысяч евро, в Швейцарии под 50, но самое главное вот в этой ситуации все, не только констатация того, что мы отстаем от Европы, для многих это совершенно понятно, достаточно просто выехать за пределы Беларуси на запад и увидеть, что там творится, какие там дороги, какие условия жизни, какие заработные платы. Европейцы говорят, там вот буквально недавно был опрос Евробарометра относительно удовлетворения финансовым положением, положением на работе, 65-70% европейцев удовлетворены. Это не удовлетворение, не путайтесь с экономической ситуацией, с политической ситуацией, это удовлетворение тем, как лично выглядят стандарты благополучия, финансовой источенности и далее и так далее. Но почему в Беларуси такая низкая покупательная способность? И заметим, как связано, друзья, уровень заработной платы, доходы, уровень пенсии, качество бюджетных расходов с тем, в какая стране покупательная способность и как мы интегрировали в Европейский Союз. Так вот, если посчитать, сколько европейцы тратят на продукты питания, на услуги разные, то получится, что в 2022 году они тратили порядка 14,5 триллионов долларов. И вот если страна вводит санкции, если Беларусь не торгует, если Беларусь не имеет инвестиционных хороших отношений, то есть то, что наш режим, естественно, покупательная способность европейских покупателей, европейских граждан, это опять-таки, напомню, 14,5 триллионов долларов, остается другим, достается производителям, предпринимателям других стран, европейских, азиатских, Америки. А что мы? Мы же тоже могли бы и смолочку свою продавать, и мясные изделия продавать, и мебель, и многое-многое другое, что действительно у нас хорошего качества. Мы не продаем не потому, что у нас плохое качество, а потому что наши власти сделали такой режим, что у нас мы за железным занавесом. Это самовозведенный железный занавес, друзья. И поэтому белорусские предприятия, которые могли бы диверсифицировать свою продукцию, в том числе и в промышленности, они были совершенно спокойны. Металлургию могли бы продавать легкую промышленность, могли бы продавать дерево, поработку. У нас же хорошие руки есть, хорошие изделия, хорошие товары. Ту же там дорожную технику, сельхозтехнику, лесную технику. Но из-за того, что в Беларуси тоталитарный режим, эти рынки, подчеркиваю, 14,5 триллионов только потребительских товаров, закрыты. А ВВП Европейского Союза только 17 триллионов, друзья. И вот из-за политики страдают производители. Страдают производители, друзья, страдают работники. Работникам не доплачивают, работники получают гораздо меньше. Не продавая в Европу, вы теряете производительность труда. Теряя производительность труда, вам не могут платить много денег. Соответственно, покупательная способность ваша существенно ниже. Вот такая простая логика. Живя в центре Европы и иметь такую низкую покупательную способность, это позор. Это как раз и есть клеймо на сути, на природе госплана, на природе тоталитарного режима, который сказал, я обеспечу вам все, так обеспечь. 30 лет обеспечивать и ничего не может обеспечить. И вот цифры GFK, компания, которая исследовала покупательно способных в 42 странах Европы, убедительно доказывает еще, друзья, раз, что если бы мы шли другим путем, если бы мы выбрали политическую, гражданскую, экономическую свободу, естественно, в карманах каждого из нас было бы в 2-3 раза больше денег. Нет никаких оснований, исходя из нашей трудолюбия, предпринимательского духа, опыта и знаний, думать, что у нас не было бы 20 тысяч долларов покупательной способности. Была бы, но и будет, если только мы избавимся от тоталитаризма, совка в политике и в головах. Спасибо большое, друзья, за ваше внимание к экономике и здравого смысла. Будьте с нами, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Живя Беларусь! Слава Украине! Слава Украине!